Сегодня слушатели Детской полицейской академии издавали нормативы на право ношения жетона «Юный спецназовец». Так каждый год заканчиваются военно-полевые сборы. Пробежали марш-бросок вместе с участниками Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Остаются лучшие. Поэтому готовитесь на к этому. Правильно? Так точно. Все, давайте, удачи. Последнее наставление и все на построение. У слушателей Детской полицейской академии наступает самый важный момент – окончание военно-полевых сборов. Каждый показывает, чему научился за это время. Начинается экзаменовка со строевой подготовки. Мы пришли сюда с тобой заняться спортом, не войной. Будем бегать мы быстрее. Обойдемте всех скорее. Показательные выступления – обязательная часть программы. Наша главная задача – это воспитание в наших детях чувства патриотизма, чтобы они вели здоровый образ жизни, показывали пример для остальных детей, как нужно красиво, правильно жить. Наступает, пожалуй, самое сложное для юных полицейских – марш-бросок. Как правило, из 40 участников до финиша добегают лишь 5-6 человек. Ничего удивительного – это настоящая полоса препятствий. Готовится к ней воспитание академии по несколько лет. Цель – подготовка к будущей взрослой жизни, потому что многие ребята здесь связывают свою жизнь, хотят связать с военной направленностью. И для них это испытание будет такой подготовкой особой, чтобы в будущем им было легче. Я тоже планирую связать. Посмотрим, как впереди получится. В течение 10 дней юноши и девушки усиленно занимались военной подготовкой для того, чтобы преодолеть полосу препятствий протяженностью 8 километров. На каждом жагу участников поджидает опасность. Сотрудники отряда специального назначения «Гром» создают будущим полицейским боевые условия. «Гром» До финиша добегут не все. Участники выбывают на протяжении испытаний. Вначале было легко бежать, но после воды было сложновато. Бежать в воде, идти гуськом, ползти – вот это самое сложное. Ты выбыл, да? Да, выбыл. Когда бежали, надо было поднять, типа спасать. Я не выдержал, в итоге упал на колени, из-за этого меня сняли. Для девочек дистанция короче на 3 километра, поэтому именно они первыми приходят на конечную точку. Но пробежать заданное расстояние – это полдела. Нужно еще собрать автомат Калашникова, продемонстрировать свою меткость и выполнить комплекс упражнений. Делай! Десять! Десять! Автомат Ольбе! Все, обнимай ее! Молодец! 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 Подам, ада, уйдет! На кого ты льешь? Дай, на льешь. Все. Из 16 мальчиков смогли преодолеть в марш-бросок только трое, так что в финальном соревновании участвуют лишь они. По итогам долгожданные жетоны юных спецназовцев получили Максим Семенов, Игорь Андреев, Данил Вечеркин и единственная девочка – Катя Светлова. Кстати, Катя и Максим в этом году стали обладателями еще и черных беретов. Испытания на правоношение они прошли накануне. Каждый год приезжала, но как-то не осознавала, что смогу сдать и даже не пробовала. Ноги с десятого раз дают, с пятого. А я впервые отрешилась и сразу взяла эту другую. Когда обратно бежишь уже, у тебя нет выносливости, уже все сдулось, руки не работают, ноги заводятся потихонечку после всяких приседаний, отжиманий. И ты бежишь. Прекрасную нашу половину до конца весь выпустил. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.